Продолжение следует... 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 я тебе сказал дуб не долби слышишь меня хулиган разбойник маленький клюв чистит слышишь меня да да полетел на солнышке подтаивает уже сосульки сколько у нас температурка воробьев еще нету воскресенье кто-то наверное подкормил пока еще не прилетели температурка у нас где-то минус 17 ну и чего продолжай тему обе в томатах которые купила и в магазине томаты биф розовые сделал салат кислятина будьте здоровы так но сделалось семена хотя розовые обычно бывают сладкие на тут почему-то вообще кислющие сделала семена сейчас процежу их промою и подсушу и посею штучек 5 посмотрим зайдут они или не зайдут ну чё биф томаты это те же обычные томаты только берутся крупноплодные и мясистые и все вся разница от простых биф и биф так они в продаже и всегда так были просто мясистые и не мясистые вот и все зависит от сорта не знаю что они тут пишут в чеки биф розовый показываю меня чего и заинтересовало думаю что за биф томаты биф розовые обычно розовые сорта всегда сладкие вкусные салат режешь цена 330 338 обычные томаты почитала в интернете еще раз повторяюсь но посею посмотрю что из этого получится зайдут и взойдут не взойдут дни взойдут промыла их положила сушиться подсушиваться некоторые конечно уже проросли самые которые желают расти такие вот дали корешки не хочет фокусироваться и потихоньку воду семечки из этого томата с корешками тут уж даже есть ну в общем подсушу их и посею после 12 числа посмотрим сколько взойдет отсортирую конечно тут все эти брак но томаты конечно крупные но кислые может просто недозрелая посмотрим что из этого вырастет привезла сдачи супер фосфат буду вытяжку делать 1 столовая ложка на 1 литр потом разводить 1 столовая ложка сейчас залить горячей водой и будет настаиваться а потом буду томаты подкармливать супер фосфата 13 февраля вот так рассада выглядит на 13 февраля перчики здесь не зашли копья баклажаны только только ультра скороспилы сходят здесь один черной ножкой заболел здесь тоже перчики и здесь перчики томаты томаты что-то не понравилось тоже вот такой здесь вот уже прорежены у меня и грунт подсыпан тоже что-то не нравится бывает когда подсыпаешь не аккуратно что-нибудь стебель повернешь и они начинают гибнуть из-за этого запаски делаю вот уже один погиб и вот здесь еще один погиб тоже повредила когда видно подсыпала бывает в руке перекрутишь чуть-чуть и все корешок подламывается стебелек так из этих которые попозже были посажены метровый первоклашка зашли так тут у меня кто зашел тут у меня вельможа взошла значит все таки я удачно их отобрала здесь севрюга ни одно семечко еще не зашло посмотрим такая рассада на 13 февраля уже перед повернула их уже от солнышка переворачиваю периодически 13 февраля 2020 четвертый год время 14 00 следы оставил только дятел там опять ты опять дуб там потрошишь товарищ кто-то делает а бандит ты ведь не ругайся я полетел да немножко снежку подсыпала морозится москлер дочем насыпала туда орехов ты без следы рыба пятачки свои оставил орешки значит приходил подбирал сегодня ночью опять за 30 было сейчас хорошо потеплело уже это минус 21 где-то что-то тут новенькое кто-то кого-то съел похоже да наверно воробей бывший судя по перышкам кто-то кого-то скушал желтенького не значит воробей на там кровь кто-то до весны не дожил не дотянул до весны тут у нас хорек еще бегает не хорек а как не куница ну в общем кто-то из этих из мелких кроме белки еще сюда приходит скриды есть так красиво сегодня хорошо да что же вот так неаккуратно а может опять этот ястребр летал он их стайку все время пасет сидят греется дети ешьте он там зерна насыпала сегодня 14 февраля утром значит 10 44 погода минус 29 так ночью будет минус минус 33 а днем будет минус 22 такая погода на 14 февраля у нас сейчас день солнечный на улице прекрасно 15 февраля сегодня буду сеть такие томаты вот они у меня на концовке обрабатываются 20 минут так 15 число легионер кукла подснежник ямал демидов крайний север который купила томат из магазина 300 грамм этот биф и старые свои на схожесть заодно проверю и за одно это семена закреплю как бы новые сильно свежий сделал это сливка сорт и валя не знаю зайдут не зайдут 18 года не посеву будут вот такие ложки по два сорта буду сюда и сюда зайдут не зайдут за это значит нормально по 5 штучек оставлю не зайдут значит так тому быть такие посевы томатов на 15 февраля 15 февраля так выглядит рассада сходят ультра скороспилы только-только начинает сходить так здесь тишина здесь тоже потихоньку сходит на полить земелька высохла сухая но тут падает потихоньку падают что-то нету землю не взлюбили которые свежую добавила ну ладно что выживет то выживет сейчас польем сегодня солнышко сейчас полью всю рассаду купили в теплицу такой такие вот датчики будут теплицы сайт температуру будут показывать опробуем летом что из этого получится в каждой теплице будут по датчику и они будут данные подавать в дом будем смотреть мало ли заморозок или еще чего какая температура в теплице будет 15 февраля 14 00 опять кормлю мелких на улице ветер волна у нас такая маленькая еле нашла растущие сколько там у нас все замерзло ничего не видно минус 17 лет вчера достала из холодильника со стратификации лаванду стоит тут проращиваются томаты низкорослые 17 февраля 17 февраля 2024 год сегодня сегодня буду сеять гацанию жестковатую вот такой сорт гилиниум на стратификацию поставлю гацанию тоже на охлаждение поставлю так виолы вот такую и такую буду сеять так огурец оконно-балконные две штуки буду сеять львиный зев старые семена буду сеять матиолу тоже старые семена не знаю взойдут или нет так астерспермум свежие семена купила так рудбекию на стратификацию буду ставить такие буду сеять базилики тоже старые семена лимонный аромат не знаю взойдут ли нет карамельный ереванский и душистый красавчик вот такие посевы у меня будут 17 февраля базилики огурец и базилики 4 сорта таки хиноцея остеосперма рубекия львиный зев виолы на стратификацию тоже поставлю как я сказал гелениум и гацанию вот такие посевы у меня будут сегодня 18 февраля 2024 год у нас снежок идет ветерок снежок на улице тепло хорошо сейчас будет чистить сколько сантиметров 15 насыпала вот это да не ходите туда а ходите сюда да сколько тут сантиметров 60 ну да да пробьемся ну нет тут больше метра наверное так градусов 8 сейчас посмотрю да минус 8 где то ну и сугроб вот так вот у меня куртка и куртку да это вот отсюда выдувает а сюда задувает а здесь хорошо по сантиметрам все а тут такой сугробик ладно берем лопатку будем чистить мелкий приходил кушал да у нас февраль в феврале всегда метели но сегодня ветерок потише вчера был посильнее сегодня уже нормально опа а тут то как откапывается ну да ого метр двадцать где то сугроб на дуло ну ладно берем лопаты и вперед к кормушке надо подобраться а вот в ну вот и вот пошла откопалась немножко сколько успела там большой сугроб самый не успел убрать здесь к дому дорожку почистил здесь тоже сугроб не успела убрать ну это все потом сейчас опять снег пойдет наверно в кормушку все им положила сало хлеб семечки там на крыльцо тоже семечки положила ну вот сейчас пойдем на автобус поедем домой свою программу минимум выполнила семена надо сеять еще не все вчера посадила буду сеять до конца потеплело хорошо на улице потеплело ветер вроде немножко постиг ну что февраль продолжается еще в марте будет столько же валить тут еще все будет приду через день откапываться трактор из них почистить тоже дорожку хоть пройти можно будет может и проехать посмотрим какого настроения будет тоже прошла немножко продавила снег остался эта часть не почищена сугроб там все упрать будет следующий раз приеду уберу этот сугроб ну вот и все поехал домой ложила хлеб в кормушку так воробьи вылезли из из пихты три штучки почирикали мне что мы тут живы я гудите есть игры все вам насыпал обратно забрались значит снова метель будет чувствует плохую погоду бельчонок был следы были там были следы свежие где им орешки оставляю 18 февраля 2024 год продолжаю посев цветов так осталось меня все сперва и матиола вот кашпо посажу так в это буду садить делением осенний так сорт называется sunrise так он выглядит многолетний сорт есть малолетки у них есть однолетки есть многолетки вот этот сорт многолетний делением осенний сейчас покажу какие у него семена такой коробочки упакован такие маленькие семечки такие маленькие миллиметровые где-то так у семян делению очень маленькая схожесть в общем они теряют схожести и только свежими семенами либо под снег либо весной только свежими такой sunrise сейчас я почитаю немножко про этот сорт так сорт гелениума sunrise в переводе переводится восход солнца распускается на 1 сентября в теплое летом может зацвести пораньше на две недели сорт неприхотливый морозоустойчивый обильно цветущий высота куста 70 80 сантиметров стебель толстый ребристый устойчивый цветы диаметром от 3 до 4 сантиметров желтые самосева не происходит вот все что я прочитала про это сорт sunrise какая почва ему нужно сейчас скажу и как сеять его так место как он любит хорошее освещение без застоя воды без подтоплений при затенении временно уже будет не такой обильность цветение и не такие яркие цветы почва какая слабокислая питательная пропускающая влагу лучше нейтральная заправлены перегноем или компостом посадка как си садить рассаду расстояние между кустами 25-30 сантиметров грунт перед посадкой заправить растение высаживают с комом земли не нарушая кома в общем потому что у него очень корневая система слабо полить и замульчировать обязательно чтобы сохранение влаги так подкормка какая им требуется три раза за сезон как только значит посадили мы его или уже куст когда взрослый 20 грамм очевидно на 10 литров воды и там на квадратный метр пол ведра надо выливать можно добавить сульфат калия вот в эту мочевину развести тоже в этой же воде то при активном росте уже когда растение подрастет так развести а за фоску 20 грамм на 10 литров воды сделать еще одну подкормку это уже когда примерно они набирают бутоны перед цветением третья подкормка осенью для перезимовки в октябре по 20 грамм сульфата калия и 20 грамм супер фосфата на 10 литров воды и тоже полить но если сыра лучше внести это удобрение под дождик чтобы она развелась в данный момент я буду сеять семенами и расскажу как сеять семенами его можно посеять весной сразу открытый грунт или вырастить рассаду сейчас я буду сеять для рассады так семена для него имеют низкую схожесть семена должны пройти стратификацию для этого семена смешивают с влажным песком и ставят емкость в холодильник на один полтора месяца при температуре 3 5 градусов плюс цельсия семена высывает по поверхности грунта можно на стратификацию уже посеянными семенами сразу осеять и емкость ставить холодильник в открытом грунте посев на глубину 35 миллиметров присыпают почвой поливают и мульчируют грунтом для сохранения влаги так сейчас я буду сеять феврале посев феврале значит посею семена и поставлю для сертификации в холодильник пройдут охлаждение после достану из холодильника и поставлю на свет на хорошо освещенное место но не прямые солнечные лучи будут прорастать семена при температуре плюс 20 плюс 22 градуса рассаживать нужно будет при отрастании 3-4 листьев желательно скому земли аккуратно не нарушая корневую систему так еще делением раз умножаю делением куста расскажу немножко про этот способ лучше при пересадке когда пересаживать куст нуждающийся в делении это примерно куст 45 лет возрастом очистить от земли аккуратно разрезать на части и высадить как роз можно размножать еще черенками нарезать черенки однолетние побеги вот они только начинают из земли отрастать либо их отделить с пяточкой либо аккуратно отрезать это примерно происходит в июне июле длиной до 15 сантиметров черенки помещают в воду можно в воде отращивать или сразу садить грунт обмакивая в корневин делать сверху укрытие чтобы влага не испарялась и пока он не тронется в рост держать его закрытом состоянии в притенении чтобы он не взял ну и да иногда немножко опрыскивать чтобы влажность не нарушалась потому что он плохо очень переносит пересушивание почвы ну вот я рассказал немножко про размножение гелениума гелениум осенний где он растет в природе в природе растет северной центральной америки в зависимости от сорта и вида растения может урастать от 80 до 120 сантиметров это я рассказываю уже про внешний вид разные окраски цветов желтый красный золотистый медный может быть разноцветный различные сроки цветения у него могут с июня до октября до сильных морозов листья небольшие с зубчатыми краями есть без зубчиков просто листья длинные такие сочные цветы как ромашка лепестки и серединка после цветения на растениях образуется цилиндрическая форма плоды которая в них находится семена семянка опушенная стебель крепкого типа разветвляется в конце лета покрывается древесным слоем размер цветка от 3 до 6 сантиметров лепестки по краю фигурные на каждом стебле может располагаться от 15 до 20 соцветий цветочка в общем для срезки подходят цветы с распустившимися бутонами срезаны не будут стоять в букете осенний делением не имеет корневой системы который переносит зиму как только период цветения окончен корни и стебли умирают на их месте формируется новая розетка которая становится самостоятельной нужно пересадить на четвертый год потому что эти розетки все выше и выше располагаются и таким образом корешки оголяются и могут вымерзнуть весь куст вымерзнет вот и пишут тут возникает опасность вымерзания прикорневые зимующие розетки постепенно формируются все выше от уровня почвы как я уже и говорила поэтому мы обязательно надо мульчировать кусты это уже со второго года начинать мульчировать или пересаживать это когда достигнет куст четырех-пятилетнего возраста для пышного цветения макушки побегов прищипнуть будет более пышное цветение цветы могут зависимости от погоды менять цвет изменить так ну вот что я хотела сказать про делению тут у меня еще написано когда совпи семена собирать собирать в сухую погоду как только почернеет шишечка и подемнеет язычковые цветки семена созрели можно их собрать схожесть семян и вызревание очень низкая немножко я сказала продлиним опять повторяюсь посыплю немножко песочком тут я уже полила сейчас еще немножко полью пальчиком сделаю ямочки ямочки для того что потом если мало ли сорняки где зайдут чтобы видно было где у меня растение зашли а где сорняки их можно будет удалить эти сорняки а эти растения оставлять сразу видно будет зашли семена или не зашли вот я буду семена сеять семена мелкие ну и так далее сейчас полью немножко опрыскай они любят влагу не любят застоя воды и присыплю тонким слоем песочка а и и Сейчас я их подержу 3 дня просто в тепле, чтобы они набухли семена, а потом поставлю в холодильник. Стретификация у меня будет из двух частей. Сначала будет прогрев семян, как в природе, а потом в холодильник и опять в тепло для проращивания. Так, с этого гелениума осеннего сделано селекционирование много сортов. Гелениумов вообще в природе много видов. И вот если гелениум есть холодостойкие, а есть не холодостойкие. И всегда надо читать, которые не холодостойкие, те используются как однолетники или двулетники. А которые холодостойкие, те используются как многолетники. Вот гелениум осенний, его сорта, которые изготовили селекционеры, они холодостойкие. Ну как, относительно холодостойкие. Все равно их на зиму нужно обрезать, мульчировать и прикрывать от сырости, чтобы у них не было ни вымерзания, ни выпривания. Приклеила бирочку с датой, чтобы не забыть, когда я его посеяла. И название. Сейчас его заверну в кулек и поставлю на подоконник на свет, а через три дня уберу в холодильник на месяц. Субтитры создавал DimaTorzok